В своём мнении о пилотном эпизоде Дум Патруля я отметил, что сериал-то занятный, есть потенциал. Но вот будет ли он реализован, удастся ли? Большой вопрос. Тем более спускающие газы, образующие слова осёл, в конце серии очень спорное решение. Поживём-увидим, думал я. Пожил, увидел, пришёл в восторг. Приветствую на канале, это Тим и Бадум Патруль. На сегодняшний день лучший сериал по комиксам. Да, вы можете с этим поспорить, сказав, а как же, ну не знаю, седап? А как же сериалы от Нетфликс? А как же Готэм? Агенты Щита? Мне интересно, какими будут хранители, и я всё ещё очень люблю Легион. Но Дум Патруль это потрясающий сериал, в который я влюбился. Со второго эпизода. Когда голос рассказчика в виде мистера Никто начал повествование, в ироничном ключе отмечая, что «Хм, вы смотрите этот сериал?» А то многие отказались от этого после появления в конце прошлой серии «Бридящего осла». Я всё понял. Понял, что Дум Патруль не просто какой-то сериал, какое-то шоу, уровня, посмотрел, забыл. А весьма уникальный опыт. Он странный, сюрреалистичный, удивительный, восхитительный, смешной и вместе с тем невероятно грустный. Вы, конечно же, вольны со мной не согласиться. И да, это не история о том, как идеальные мужчины, женщины и прочие в трико сражаются за всё хорошее против всего плохого. Тут история несколько сложнее, ладно, не несколько, гораздо. В своей серии видео об оригинальном комиксе я отметил, что лучшие сюжеты. Лучшее раскрытие персонажа и лучший ран в целом были у Гранта Моррисона. Это один из самых моих любимых авторов, и он вдохнул новую жизнь, а довольно пресную старую и обветшалую команду. Да, многие свои работы Моррисон писал под веществами, и, возможно, из-за воспалённой ими фантазии, его творчество столь примечательно. Но факт остаётся фактом, Дум Патруль Гранта Моррисона это шедевральное произведение. И именно его духом насквозь пропитан сериал. Так что условно можно сказать, что он экранизация Дум Патруля именно этого автора. Тут же дежурный отмечу, что сериал не для всех. Если у вас скудная фантазия, вы принимаете лишь приземлённые истории, или страдаете от неизлечимой гомофобии и отсутствия чувства юмора, это не для вас. Точно. Для прочих же, Дум Патруль повествует о группе людей, обладающих кое-какими способностями, но покалеченных. Зачастую как психически, так и физически. Они изгои, скрывающиеся от мира в особняке Нильса Колнера, шефа. Я безумно рад, что его роль исполнил Тимоти Далтон, ибо он, пусть многими и позабыт, всё же актёр первого эшелона. Здорово, что после игрушевых ужасов нашёл где себя проявить. Шеф оказывает поддержку своим подопечным и хранит определённые тайны. Всё меняется, когда на сцену выходит мистер Никто в исполнении Алана Тьюдика. Разрушитель четвёртой стены, невероятно обаятельный и могущественный злодей. Уступающий, помимо прочего, в роли рассказчика. Образ антагониста великолепен. Когда он в конце тринадцатой серии говорит, что вот, наконец-то, свершилось то, ради чего зрители начали смотреть этот сериал. Наконец-то собралась супергеройская команда. Спустя тринадцать серий нытья и самокопаний. Это бесподобно. Плюс там обыгрывается ещё довольно много вещей. И забавного. Тут появляются абсолютно дикие персонажи. Например, человек-животное, растение и минерал. Я в видео о Дум-Патруле его даже не упоминал, но он в комиксах был, есть и тут. Лишь в роли комедийного персонажа второго плана, который частенько мелькает в новостях, но всё же. Ещё тут есть Бородоходник. Так как хочется сказать, название временное. Чёрт возьми, грёбаный охотник за бородами. Он появился в Дум-Патруле в рамках одного крайне упоротого и слабого выпуска. Тут играет роль поважнее. И это уморительно. Временами мерзко, но уморительно. Разнообразных отсылок к комиксам, узнаваемых моментов тут полно. Но частенько упоминается Братство Зла и их предводитель, Мозг, который выгнал тогда ещё беспомощного мистера Никто, заменив его Гориллой, с которой, кстати, у Мозга в комиксах любовная связь, но не суть. Нашлось тут место и команде Роковой Патруль, которую в прошлом командовал Шеф. Герои в наше время себя так не называют. Туда входили Мента, жена Шефа в комиксах, но в сериале об этом лишь мечтающая Цельси, она же Ранни Десаи, и Рая Джонс, Магнетит, ставшая могущественной сущностью в Ране Моррисона. Присутствует тут и Джошуа Клей, Буря, однако он психолог, старающийся не использовать свои способности. Но всё это так. Пресонажи, появляющиеся постольку поскольку. Есть немало вещей, которые обрадуют фанатов комикса, но пора перейти к основным персонажам. В нынешнем Дум Патруля состоит каноничная троица. Негативный человек, Ларри Трейнер, Клифф Стилл, он же Роботмен и Рита Фар. Кластигер. Героические псевдонимы тут, кстати, используются крайне редко, а у многих их и вовсе нет. Помимо этого, здесь Безумная Джейн и Киборг, мотивирующие команду искать шефа, ближе к финалу появляется Флекс Менталла и на отшибе тусуется Дэнни Улица, как и в каноне ставший кирпичом. Да, звучит дико, но тут совсем так. Глобальный сюжет такой. Персонажи ищут шефа, сталкиваются с различными трудностями, узнают больше о себе, друг от друга и принимают то, кем являются. Преименами сражаются со злодеями и спасают шефа, одолевая мистера Никто, который в итоге оказывается заточен в картине и это тоже было в комиксах. Каждый из главных героев раскрывается идеально. Клифф Стилл пытается почувствовать хоть что-то, ненавидя себя за случившееся. Тут Ориджин персонажа немного поменяли и он стал мудаком, вызывающим сочувствие. Яростный, ноющий, но добрый. Его сюжетная линия, связанная с семьей, очень сильна. Взаимоотношения с Джейн вообще стоят отдельного разговора. Собственно, Джейн, в которой живет 64 личности, каждая со своими способностями. Актриса справляется бесподобно. Когда-то я хвалил Татьяну Маслани за ее роли в «Темном дитя». Я бы не сказал, что Дайан Геррера справляется лучше, но она определенно справляется. У Джейн сильная травма, связанная с отцом. И да, это то, о чем вы подумали. В видеокомиксе я говорил, что выпуск, в котором Роботмен благодаря негативному человеку переносится в сознание Джейн, один из лучших. И тут скажу то же самое. Это потрясно, черт. Да все серии потрясны. Чем дальше, тем лучше. У Риты Фарр в комиксе не было таких уж сильных проблем. Здесь же она, едва начав терять контроль над собой, тут же превращается в массу плоти. Что для красивой актрисы, заботящейся о своей внешности, хуже смерти. А вторым удалось сделать Риту дамой из Голливуда первой половины 20 века. И у нее тоже имеются свои скелеты в шкафу. Вот Ларри Трейнер, несмотря на полувиковое сотворничество, все еще не может выйти из шкафа. И да, из него сделали Гея. Но это вписывается в атмосферу сериала. Ориентацию сменили не ради ориентации. Это важная часть персонажа, раскрывающая его с драматической стороны. И как нечто делающее Трейнера необычным, изгоем, смотрится хорошо. Серия, в которой появляется Дэнни Улица, которого преследует бюро нормальности, изучающее все необычное, запирающее или уничтожающее все иное. Бенефис Ларри. Авторы это самое бюро шлют в задницу. Буквально. Говоря, что да кому нужна эта прилизанная нормальность? Конечно, меня немного передернуло, когда Драк Квинн сказала, что Дэнни это гендерквир, предпочитающий, чтобы его звали они. Но это мелочи. Да и к слову, в тех же комиксах чуть позже негативным человеком стала женщина. И далее имела место интерсекс-сущность, Ребис, объединяющая в себе негативный дух, Ларри, и психолога-женщину. Так что небинарная гендерность персонажа, надеюсь я правильно применил термины, не в новинку. Радует, что негативный дух это самостоятельное существо. Ближе к финалу, Ларри хочет дать ему свободу, даже ценой своей жизни. Но дух такую цену не принимает. Дэнни. Понимаю, что разумная улица звучит странно, но это черт возьми она. И к счастью, нам не поясняют его происхождение. В комиксе, Дэнни в момент слабости стал кирпичом. В сериале это произошло в финале. Интересно, превратится ли Дэнни в целый мир, как в оригинале. Быть может там найдет покой Флекс Ментала. Это буквально мужик в леопардовых трусах из рекламы старых комиксов. Такого рекламирующего, осознительной добавки, астероиды реально можно встретить. У него волшебные мышцы. Он флексит, и что-нибудь происходит. Несмотря на свое довольно позднее появление, в сериале успевает побыть как комичным, так и трагичным персонажем. Версия киборга тут, если не лучшая из всех, то точно превосходящая Дубова из Лиги Справедливости. Он винит отца в том, что с ним случилось, и себя в смерти матери. Страдает, теряя свою человечность. Басается превратиться в бездумную машину для убийства, и этой слабостью пользуется мистер Никто. Впрочем, он так поступает со всеми героями. Еще парочка мелочей, о которых мне хочется упомянуть. Злодей прячет колдера в пространстве между панелями комиксов. Тут есть крыса, мстящая за смерть матери от колес автобуса патруля. И тараканы, держимы концом света. И то, как их гигантские версии целуют друг друга в последнем эпизоде. Зрелище, которое сложно забыть, и в зависимости от ваших вкусов оно может преследовать либо в кошмарах, либо в фантазиях. Или и том и другом, зачем ограничивать себя чем-то одним? Верно? Шеф оказался личностью неоднозначной. Мне было интересно, будет ли тут твист, имевший место в комиксах, и да, он присутствует. Однако у Шефа была благородная цель. Во всяком случае, понятная. Правда, мне все еще не ясно, как он так хорошо сохранился. В комментах под видео о комиксах или мнении о пилоте был вопрос, почему никто не постарел? Ибо старый Дум-Патруль выглядит соответствующе. А Рита, ладно, не стареет из-за изменения плоти. В Ларе живет космическая сущность. Ну, сойдет. Клифф сам не так стар, да и из органики лишь мозг. Но что с Джейн? Она должна быть старухой. Видимо, ее альтернативные личности как-то обеспечивают вечную молодость. Ему должно быть под 200 лет. Нет, можно предположить, что эксперименты по войскам бессмертия отчасти увенчались успехом. Но стоило бы об этом упомянуть хотя бы, и что он с собой сделал, продолжительность жизни некоторых персонажей это, пожалуй, единственное, что я могу поставить в укор сериал. Когда в финале оказывается, что у Шефа есть дочь, еще до того, как нам показали ее со спины, я понял. Я осознал, кто это. Пусть в комиксе у них не было родственных связей, все же Шеф в сериале был с, так скажем, женщиной из более ранней эпохи развития человечества. И вполне возможно будут обезьяноподобные черты лица. А еще он крайне могущественный, и под это описание попадает лишь малышка Дороти Спиннер, способная делать свои фантазии реальностью. Тем более, по слухам, она должна была появиться. Жду второй сезон. Очень. Увы, большую популярность сериал не обретет. Во всяком случае, не той, которую он заслуживает. Слишком уж нетипичный и необычный. Боюсь, его ждет та же судьба, что и Легион. То есть, в целом, нормально, но не до оцененного шоу. На мете 70 баллов, ну то есть, сойдет, останется на пилотном эпизоде. А вот зрители восприняли шоу гораздо лучше, и хотя я постоянно говорю, плюйте на оценки критиков и отзывы на агрегаторах, все же приятно, когда это не тебе одному нравится нечто столь уникальное. Смотреть обязательно. Ну а в этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал, спасибо за внимание, и пока.